Доброго утречка всем! Захотелось вам рассказать о моих любимчиках, таких долгоцветущих растениях, которые радуют не один месяц своим цветением. И сами по себе достаточно простые в уходе, неприхотливые. И сначала хочу показать вам те, которых у меня нет, потому что на самом деле невозможно охватить все. У меня сейчас замечательная книжечка на несколько растений. Все-таки хочется обратить ваше внимание, а потом уже расскажу, покажу те, которые у меня стоят на столике. Итак, если вы хотите, чтобы у вас долго, красиво что-то цвело и радовало, что стоит выбирать из растений? Давайте-ка посмотрим. У меня тут замечательная есть книга такая. Ну, во-первых, из таких зимних растений, пуансетти, она тоже неплохо будет долго цвести, тем более в такое время, когда уже вы вряд ли что-то цвете. Долгоцветущие увидите. То есть буквально это самое где-то в декабре месяце. Конечно, колонхоя. Колонхоя мой тоже любимчик. Как-то в этом году я его не приобрела. А вообще вот он совершенно разноцветнейший, красивейший, прекраснейший, долгоцветущий. Очень-очень радует. Все пеларгонии, кроме... Ну, вот эта крупноцветковая, она может быть как раз немножко поменьше. А вот эти обычные красные, которые мы там любим говорить, бабушкинские такие цветы, вот они будут замечательно вас радовать все лето. Глоксинии фиалочки, ну, может быть, где-то по месяцу могут цвести. Вот фиалочка. Ну, это всем знакомые растения. Все те, которые относятся к бромельевым, потому что у них цветок и не цветок, можно сказать, непонятно что. Тем не менее, они вот долго будут стоять у вас какие-то такие нарядные и тоже вас радовать. Они различные есть, бромельевые. Лесные кактусы, ну, возможно, не так долго, но все-таки какой-то месяц вас могут порадовать. Ну, и, конечно, разные тут есть сезонные. Они тоже такие недолгоиграющие, но они сезонные, тем они приятнее, что что-то будет у вас весной, что-то будет летом, что-то будут осенью какие-то цветочки. Итак, а сейчас покажу вам своих любимчиков. Это у меня пока вот три растения, которые вы уже могли наблюдать, наверное, на протяжении, ну, двух точно месяцев их цветения, даже трех, возможно. И первое, которое было приобретено, не удается сохранить его зимой, но вот как весна наступает, я стараюсь купить, хочу еще один кустик с красными цветочками. Это антуриум. Вот такой интересный, красивый цветок. Вначале все были вот такие розовенькие, теперь они стали терять окраску, зеленеть. Но, как видите, все равно достаточно декоративные, эффектные. Я их обрызгиваю, хотя надо лучше ставить под душ, потому что от обрызгивания какие-то такие вот пятнышки на листьях чуть-чуть остается. Стоит он у меня на полу, поэтому может быть немножко пыльноватый. И немножко я его пробовала ставить на окошко, но ему не понравился яркий солнечный свет такой. У него больше нравится на полу, он у меня постоянно влажный. Все эти растения, кстати, отличаются тем, что им нравится быть постоянно влажными. Как только земля чуть-чуть подсыхает, они сразу грустнеют. Вот этот вообще вешает сразу все листочки и цветочки, поэтому я бегу моментально, если забыла, то сразу поливаю. Но он восстанавливает, и это просто замечательно. Он очень легко восстанавливается. Это о поливе. Значит, вот любимчик Антуриум, красавец такой. Так, сейчас я его немножко уберу, чтобы место освободить. Потом, конечно, вы уже видели, и я сама не перестаю любоваться, это вот бегония сорта Элотиор. Она не клубневая, а у нее корешки. Поэтому, когда она закончит цветение, можно начеренковать все ее веточки, листочки тут. Вот, надеюсь, все приживется, и она у меня сохранится до следующего года, потому что очень уж красивая у нее расцветка. Она и расцветка, и сами цветы довольно крупные, и похожи на вот такие буквально розочки. Они некоторые, вот видно, что чуть-чуть вот здесь вот начинают отсыхать. Я их тогда аккуратно снимаю, но появляются вот новенькие. Я в самом начале сняла у нее все нижние листья. Она теперь у меня сформирована практически как деревце, но это дало ей, наверное, какие-то дополнительные силы для цветения, потому что, когда листьев много, они тоже на себя иногда забирают какие-то силы растения. Вот, поэтому вот так вот стоит. Она у меня поближе к окошку, чтобы свежий воздух был. Так, вот этот, наверное, все-таки надо уже снимать. Но я так трогаю, если он сам не отваливается, значит, еще пока ничего держится. Но с прямых солнечных лучей стараюсь убирать. Вот сейчас у меня восточное окно, начинает солнце вставать. У нас 7 утра, и где-то часов до 11 оно будет светить очень сильно в окна. На это время я стараюсь все-таки убрать ее вот на столик, чтобы не обжигать, чтобы вот такие более были комфортные условия. Я думаю, что если у кого балкончик лоджии, там ей будет просто замечательно. У меня, конечно, квартира, и квартира довольно жаркая, особенно вот в утренние часы. Тем не менее, как видите, даже это не мешает ей вот так вот свести на протяжении уже, ну, минимум где-то двух месяцев. Поэтому я считаю, что вот наипрекраснейшее растение даже для квартир. Ну, конечно, старайтесь на подоконнике, если у вас там яркое солнце, не держать все-таки это для нее какие-то экстремальные условия. Вот даже странно, я сама думаю, вот когда их сажают на улице, там же иногда солнце на них светит буквально вообще целый день может светить. И тем не менее, то ли потому, что свежий воздух, то ли потому, что вот эта ночная прохлада, или больше земли, больше влаги, она спасается. И вот дома надо, конечно, очень внимательно следить за тем, чтобы была земля все время влажненькая, и чтобы это самое на солнце не стояло, потому что она сразу паникает. И еще один мой любимчик, тоже обожаю. Вот купленный буквально в уцененке, то есть он уже там стоял такой заморенный, но стоило его регулярно пополивать. Я даже не пересаживала. Надо было бы пересадить, наверное, как бы. Но даже не пересаживала, потому что он все лето будет спокойно расти и цвести. Цвет у него потрясающий. Есть, я видела, еще оранжевые варианты, немножко другая форма. Но когда ты покупаешь, у него даже не такие большие красивые цветочки, но пускай это не вводит вас в заблуждение. Это носцеллозия или петушиный гребень. Они бывают вот такие вот маленькие совсем, вот вы покупаете, но потом они начинают набирать вот этот свой объем, и все больше и больше к концу лета мне приходится ставить какие-то подпорочки, потому что уже настолько большие вот эти гребешки петушиные, что они падают, они даже не держатся. Вот еще и поэтому его надо все время поливать. Тогда, видите, такой хороший тургор. У него вот такие листочки прямо стоят вот так бодренько. Тоже любит постоянно влажную землю. Красавчик, обожаю его. Все лето он будет свести. Вот вы будете видеть, он вплоть до конца августа месяца, и будет только увеличиваться все это цветение. Он тоже считается, в общем-то, уличным таким, но дома он прекрасно себя чувствует. Если вы хотите, чтобы у вас все время было вот что-то яркое и красивое такое, и радовало глаз, вот это именно то самое растение, которое сейчас у нас тоже завоевало популярность. Оно у нас практически всегда в магазинах, и даже всегда стоит в оценке. Мне удивляет, что люди не покупают, потому что, на мой взгляд, это одно из самых лучших таких вот цветущих, долгоцветущих растений. Если вы еще знаете, если я, конечно, что-то могла забыть, вы можете подсказать еще какие-то долгоцветущие растения именно в комнатных условиях, потому что мы все знаем, что вот эти петуни замечательно красиво будут в горшочках там целое лето у вас на балкончике где-то расти и цвести. Дома, кстати, нет. Дома они не цветут, они уйти на глазки, которые я вам показывала в прошлый раз, я тоже отдала своей подруге-соседке, потому что у нее есть балкончик, она посадит их там. Они красивые, но дома они стали очень быстро, буквально за неделю, выглядеть грустно. Так что, если вы знаете какие-то еще цветы, которые будут замечательно и долго, и красиво вот так вот цвести, и радовать глаз, то подсказывайте. Может быть, я, конечно, это самое не специалист, я могла что-то и забыть. Всего хорошего. Пока-пока. До следующих встреч!